Видео уроки фотошопа Здравствуйте уважаемые друзья на связи Алексей Кузьмичев Сегодня у нас будет урок для новичков, в котором я покажу как создать эффект tilt shift С помощью данного эффекта вы можете легко и быстро преобразовать любой объект на снимке в миниатюрный или же в игрушечный Данный эффект очень простой, создается буквально за пару шагов Вы сейчас в этом сами наглядно убедитесь Итак, первым делом нам с вами необходимо продублировать наш основной слой Нажимаем комбинацию ctrl j на клавиатуре И сразу же добавляем к этому слою маску, щелкаем вот сюда У нас появляется вот такой вот белый квадратик рядом с фотографией Теперь мы идем на палитру инструментов и выбираем здесь градиент Убедитесь, чтобы цвет для градиента у вас был от черного к белому Если это не так, то щелкните по шкале и поставьте его вот здесь Затем нажмите клавишу ok Следующим шагом ставим стиль для градиента зеркальный Режим у нас будет нормальный, прозрачность 100 И поставьте вот здесь вот три галочки, как у меня Теперь выключим пока что нижний слой Чтобы нам лучше было видно результат, который у нас получается И при помощи градиента заливаем маску нашего верхнего слоя Вот таким вот образом Убедитесь, что у вас стоит маска еще раз И из центра с зажатой клавишей shift Заливаем вот так вот фотографию градиентом В результате у нас должна центральная часть нашего снимка пропасть И на ее месте должна образоваться вот такая вот пустота Далее включаем наш нижний слой опять Фотография, как видите, у нас возвращается к исходному состоянию Но это ненадолго Выбираем опять наш верхний слой И переходим в пункт фильтр Выбираем здесь размытие Размытие при малой глубине резкости Как видите, у нас фотография приобретает вот такой вот интересный вид Здесь в источнике поставим слой маску, как видите И вы можете менять радиус То есть чем выше радиус, тем сильнее размытие мы получаем В данном случае, я думаю, лучше всего нам подойдет радиус примерно 40% И также вы можете изменять форму баке на заднем плане Это может быть либо квадрат, либо треугольник Пяти, шести, семиугольник Что вашей душе угодно Ну давайте поставим шестиугольник, чтобы получить красивое такое кругленькое баке Больше здесь нам ничего не нужно трогать Просто нажимаем клавишу ОК И вот что у нас получается в результате Как видите, благодаря тому, что мы с вами навели фокус на центральную часть нашей фотографии Изображение смотрится таким вот миниатюрным и игрушечным Как вы сами убедились, данный эффект довольно простой И сделать его не составит никакого труда Ну что ж, всем спасибо за внимание Я надеюсь, данный видеоурок вам будет полезен С вами был Кузьмичев Алексей И до встречи в следующих видеоуроках Надоело быть чайником в фотошопе? Получите бесплатный базовый курс Photoshop Anti-чайник Жмите на кнопку «Получить курс»